Все писали Папаха. Посети обязательно Папаху. Мы в Папахе. Ой, максимально бьет очень по рецепторам. Вот это я не знаю, кто это сделал. Тоже вяжет немножко рот. Автобиография Хабиба Нурмагомедова с автографом. Сав. Видео начнется с того, что я буду сейчас снимать сторис, потому что это не то, что гастрономически вкусно, но это выглядит просто без мяса. Так, в Папахе, в мясном супер, на ресторане, где национальная дагестанская кухня, будете вести неправильный грузин, который не ест мясо. Годж, давай по мясу. Может, раскодируем тебя, брат? Не, братан. Давай раскодируем. Не, 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 у себя без мяса, 100%. Друзья, я кинул клич сторис и спросил, где можно вкусно поесть национальной еды дагестанской. 90% сообщений, их было очень много, много рекомендовали. 90% все писали Папаха, по сети обязательно Папаху. Мы в Папахе. Саид сейчас нам все расскажет о национальных явствах дагестанских. Я так понимаю, это же ресторан Хабиба Магомедова. Слышишь? Очень крутое заведение. Я в Москве не видал такого уровня ресторанов. Очень круто, подача. Вот то, что сейчас готовят возле ребят, я там внизу сейчас был. Я такое видел, только знаешь, где я в последний раз ебал? В Ирландии в 2018 году, когда на такой тележке выкатывали на мясо и на камни готовили. Все для понимания. А ты знаешь, как я люблю и много, и вкусно поесть. Смотрите, стол у нас накрыт, максимально традиционно. Здесь у нас начнем мы с хинкал. Здесь аварский хинкал, вы видите, воздушный ромбовидный хинкал, который готовится на основе кефира и варится в горячем говяжьем бульоне. Здесь тонкие кумыкские хинкалы. Тонкие-тонкие ломтики отварные тоже варятся в бульоне. Здесь к нему мы поставили вам сушеное отварное мясо. Она у нас сушится в горах, в горских аулах Дагестана. То же самое и колбаса. Ее сюда привозят. Сначала сушат, а потом отваривают? Сначала сушат, а потом отваривают. Естественно, именно дагестанскую баранину мы вам подали на стол. Это баранья-кавейка. Есть еще аварское национальное блюдо традиционное. Это тонкая лепешка ботишал. Еще раз повтори. Ботишал. Ботишал. Да. Это тонкая славянная лепешка с начинкой из плавленого творога. Творог очень долго раскатывают. Ее доводят до определенной консистенции, за счет чего у него структура бывает такая же плавленая, как и сыр. А-а-а. Блин, как вкусно выглядит. Это что-то на нежном. Скажи. Вау. Ну это прям прикольно. Это что-то просто на очень сильно нежном. Такая махровая, знаешь, консистенция творога. А что это послевкусие такое очень вкусное? Это послевкусие, вот присыпка из толокна. Как толокна? Толокно. Присыпку из него готовят, сверху она сыплется. И вот именно вот эти яркие ощущения послевкусия она оставляет. Сначала ты чувствуешь топленое масло, потом ты чувствуешь творожную начинку, а потом толокно. Три вкуса, ты понимаешь, смотри, прям вот реально по языку врезается. Смотри, топленое масло, пропадает вкус. Ты ворок кислинкой, потом ты это прожеваешь, у тебя вот это толокно высыхает. Еще во рту оно так журшавит. Оно не просто, оно прям шуршавит. Вот с этим надо, мне кажется, попробовать. Каляш бульон. Это хинкал. Да, это хинкал. Есть хинкали, есть хинкал. Чем они отличаются? Тем, что хинкал всё отдельно. Тесто отдельно, бульон отдельно, мясо отдельно, соус отдельно. И вы кушаете, комбинируя это всё. Блин, она постная и вкусная. Я не чувствую жира. Тонкие чудо. Здесь у нас тонкое чудо с мясом. Снизу тонкое чудо с зеленью. Где же ты стоишь раньше с зеленью? Там у нас на основе идет зелень, шпинатник. У-у-у-у! с зеленью пробуй микс чебурека с чем-то таким прикольно с очень ярко выраженный вкус и смотрите у нас можно сказать дагестанские фильме не тип кузе там тонкая тонкая тесто в него добавляет начинку в данном случае у нас идет фарш микс барана и говядина канину в дагестане не едят блин в татарстане были я бы не говорил лошадей жалко в татарстане были нам 13 блюд мы съели из лошадей в калмыкии были тут везде где мыли вкус прям сильно отличается очень мощно особенно если это бульон там ну к примеру типа он горчит если короче ты хочешь перестать быть мясоедом надо попробовать суп из-под рожков жеребенка максимально бьет очень по рецепторам перемешки тебя не знаю может быть будет выглядеть как будто бы мне заплатили за рекламу но для понимания мы считали ли на шару ворвались очень вкусно чтобы да реально понимали 30 минут назад владос звонил можно к вам залететь кирюха с криками давайте надо сегодня снять и вот здесь просто мрак вот это я не знаю кто это сделал а давайте так мы уберем из больной системы сейчас то что приготовлено мамой и бабушкой за скобки уберем просто вот 0 10 10 10 10 10 это все-таки 9 вот это еще блюдо берем 9 10 я очень много где ел корей зененка очень много где ел и я знаю какой он должен быть берет из просто взорваны перчатка и все это наш авторский десерт темный шоколад ну сам десерт корпусе темного шоколада начинки у нас идет молочный шоколад и урвеч очень насыщенная конфета такая называется углеводная загрузка перед тренировкой да вот это конечно у нас на основе миндальный бисквит фундучный ванильный крем очень нежный и воздушный и в самой начинке фундучный урвеч перчатка юси ну давай а куда ты лезешь я хотел ее забрать какую-то конфету из детства напоминаю вкусную из-под новогодней елочки с ликером знаешь типа я бы не-не-не чувствуешь этим хрустят тоже вяжет немножко рот приятно но тут нежный поцелуй нежной женщины нарастаявшее мороженое очень по очку я обожаю растаявшее мороженое не знаю чего это гачач я тебе отвечаю ты сейчас пригуришь смотри прям фундуковая такая паста прям орех-орех маслянистый вкусный помоги яркий вкус прям орех фундук последний раз из такого что-то нежного я пробовал это мы провели контейнеры в том году и поехали где-то на набережную ресторану знаешь я год такого не пробовал вот этот сто процентов 10 из 10 я себе берем оценку вот у меня обменка пошла ребят вы себе представляете я чувствую как тепло вот сейчас отсюда у меня поднимается прочувствую значит знаешь как от костра там или от батарей бывает это зимой эти тюль такая также у меня волос сейчас на груди общая оценка десятка сто процентов ребят я думаю те кто здесь были подтвердят она мне ближе по вкусу она ближе такой как той что я привык она ближе может сказать европейской кухне которого мы привыкли наверно потому что ну корей гнём к мясо пельмешки кто не любит пельмешки десерт что-то будет это грузинская соберем это там хачапури здесь вот это сделано все привычно и очень вкусно но необычно серьезно как тебе все другое шоколад очень вкусный не дешманский а ты смочи ты тут мне говорил аккуратно он только касается слизистой там уже сразу впитывание начинает у нас литовец да я вам слушаю вас там в литве нет гор случайно я тоже так считаю спасает от жары от хуц тоже от хищников ты загадка ты как как джеймс бонд понимаешь в этом во всем кирюху загадочного знаете так вот он стоит друзья будете в дагестане будете махачкале заходите обязательно в ресторан папаха тут нас встретил прекрасный улыбающийся дагестанец управляющий этого ресторана магомед гарун конечно и увидите его помашите ему и передайте от нас привет всем салам алейкум доброго времени суток будем рады вас приветствовать республики дагестан город махачкала ресторан папаха улица росла гамзатова все четыре наши двери открыты рады всем гостям спасибо за ваш визит рада знакомства мне реально было вкусно рад знакомства очень приятно и конечно мы как гостеприимный гостеприимный народ не можем отпустить без подарочков это автобиография хабиба нурмагомедова с автографом с автографом имитированная версия книги от нас ты понимаешь это как оберег здесь можно так вот ходить с этой книгой по махачкале если какие-то проблемы ты вот так вот открыл закрыл вообще все проблемы у тебя заканчивается дагестане точно спасибо большое спасибо приезжайте к нам будем рады бить